Это программа «Игра в классики». Программа о людях, которые играют в игры, и об играх, в которые играют люди. Говорим об актуальном, вспоминаем классику. Меня зовут Платон Беседин. Добрый вечер. В 2009 году фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» совершил настоящую революцию в кинематографе, да и массовой культуре в целом. Лента стала самой кассовой в истории, на время, правда, уступив «Мстителям». Но первенство «Аватар» отвоевал вновь уже в повторном прокате. За 10 лет до «Аватара» похожую революцию в кино совершила «Матрица» братьев Вачовски. Да, тогда еще братьев, а не сестер. Оба фильма изумляли визуальным рядом, поражали визуальным рядом. Спецэффекты из «Матрицы» и все эти «Балетайм» задали тренды в кинематографе на годы вперед. Ну а кэмероновский «Аватар» просто смял и восхитил зрителям. Здесь себе и технология захвата движений, 3D-пиршества и вообще разнообразные фишки. В общем, настоящая услада для тех, кто предпочитает эффектную картинку. Признаюсь, вот так вот я не смотрел «Аватар» тогда, когда это делали все. Увидел я этот фильм позднее и признаюсь, честно сказать, творение Кэмерона на меня особого впечатления не произвело. Возможно, потому что на тот момент плюс-минус подобные спецэффекты уже закрепились на экранах. Да и в кино, если честно, лично я люблю совсем другое. Ну, героев, развитие персонажей, конечно, вот эти сочные детали времени. То, что делает сиюминутное вечно. В «Аватаре» я этого, к сожалению, не увидел. И вот спустя 13 лет вышло продолжение фильма Кэмерона. Долгожданное, нереально дорогое и стоившее создателям буквально сотни миллионов долларов. Причем, как сообщается, Кэмерон снял уже сразу три части нового «Аватара». А еще одну часть он пишет сейчас сценарий. Практически властелин колец, но куда масштабнее. Тем более, ожидание усиливалось, так как, ну, кто-кто, а Джеймс Кэмерон умеет снимать продолжение. Достаточно напомнить, что второй «Терминатор», а это работа Кэмерона, «Терминатор. Судный день», вышел спустя 7 лет после первого «Терминатора» и стал одним из лучших фильмов конца 20 века. Пересмотрите. Так что ажиотаж вокруг «Аватара» второй части с подзаголовком «Путь воды» был, что называется, не шуточный. И неудивительно, что в первые выходные, уже в первые выходные лента собрала в прокате целых 434 миллиона долларов. Любопытно, что в Россию, несмотря на санкции, второй «Аватар» тоже пробрался. Я бы даже так сказал, просочился и прокрался. Смотрелось это довольно любопытно. Но вот в Севастополе, например, в моем родном городе «Аватара» вторую часть показали зрителю в цикле «Творческих вечеров». Это так и называлось. Конечно, забавно, знаете, ощущение такое, словно видеосалоны из 80-х и 90-х вернулись. И опять же любопытно, что за день до, так сказать, похода на «Аватара» я посмотрел в кинотеатре «Украина». Есть такой в Севастополе кинотеатр, показывающий ретрофильмы. Так вот, я посмотрел там блестящую ленту Федерико Феллини «Маменькины сынки». В этом году 70 лет ей исполняется. И как вы думаете, сколько человек в зале было помимо меня? Только один. А вот зато на сеансы «Аватара» нужно было покупать билеты за несколько дней заранее. В общем, ажиотаж. И тут мы зададимся вопросом, оправдан ли он, этот ажиотаж? Знаете, проведу такую аналогию. Недавно мне настраивали экран на макбуке, и вот для проверки цветов загрузили картинку самого высокого качества. И там, на этой картинке плавали такие совершенно прекрасные, великолепные рыбы. Человек, все это делавший, настраивавший, спросил меня, ну что, красиво? Красиво, ответил я. Вот из «Аватара», в общем-то, та же история. Три часа очень красивых кадров, большая часть из которых сделана с водой или под водой. Опять же, нет ничего удивительного. Вода – это стихия самого Кэмерона. Ну, достаточно сказать, что он фанат подводного мира, и на секундочку, третий человек на планете, погрузившийся на самое дно Марианской впади. К слову, у Кэмерона даже есть собственная подводная лодка. В общем, хобби совпало с работой в данном случае. Вот только за всей этой невероятной красотой, а вторая часть «Аватара» – безумно красивый фильм, проступает навязчивый вопрос. Собственно, о чем это все и для чего? Сценарий не был сильной стороной первой части «Аватара». А вот во второй части, ну, я не знаю, он уже капитулирует в первые 20-30 минут. Сценаристы, коих в титрах значится H5, вообще непонятно, чем они занимались, но тем не менее. Эти сценаристы не заморачивались ни с диалогами, ни с причинно-следственными связями, ни с развитием персонажа. Нет, конечно, тут есть определенные сюжетные линии, как бы сведенные воедино. Но для фильма со столь гигантским бюджетом, пусть и потраченным главным образом на картинку, подобная простота, местами скатывающаяся в примитивизм, ну она просто непростительна. Причем создатели ленты второго «Аватара», они просто не утруждались, что называется, и буквально пригоршнями разбрасывали самые разные клише, которые мы уже сто раз видели. Тут тебе, я не знаю, поединок двух антагонистов в духе какого-нибудь там команда, и милая детская история в стиле моста в терабитию, и притча в духе последнего самурая, и отсылки к «Звездным войнам», ну и, конечно, семейная история. Да много чего. Только простите, это все уже миллиард раз был. Где-то я это уже слышал. Вот многие посчитали, что «Аватар. Путь воды» – это в первую очередь фильм о семье, одновременно являющийся и нашей слабостью, и нашей силой. И действительно, в ленте Кэмерон очень хорошо показывает и воспитание детей, и отцовскую ответственность, и материнскую преданность. Хорошо показывает, но достаточно банально на самом деле. И консерваторы уже успели порадоваться такому посылу от режиссеров. Но если, как знаете ли, ныряющих за жемчугом погрузиться глубже, то во втором «Аватаре» можно легко отыскать и отсылочки к популярной ныне повесточке. Ну, прежде всего, скажем так, к экоактивизму и теме другим. Ну, а под другими мы тут должны понимать и всех этих геев, трансгендеров, и людей с другим цветом кожи, и мальчиков, девочек, считающих себя кошечками и собачками. Ну, вообще, пиршество толерантности не иначе. «Мы не можем позволить вам принести сюда свою войну». «Изгоя, вот кого они видят». «А я вижу тебя». Однако главная идея, и странно, что об этом никто не сказал, главная идея и первого, и второго «Аватара» в том, что люди – это зло. То есть, где бы ни появились люди, они будут нести боль, ненависть и разрушение. Да, люди – это главное зло во вселенной «Аватар». «Если у кого-то есть то, что тебе нужно, объявляешь его врагом, а потом спокойно грабишь». И вот если первая часть, по сути, стала такой эскапистской сагой о бегстве из реальности, то, это, кстати, есть и в «Матрице», эта тема, то вторая часть «Аватара» – в принципе, история о том, что дом и покой можно обрести, лишь став кем-то другим. Сколько бы прочно не держали родственные узы. Стать кем-то другим. И вот тут слово, такая ремарочка. На первый план выходит даже не история главного героя Джейка Салли, а скорее история его противника, вот этого злобного полковника Майлза, который отыскивает своего сына. В общем, избавиться от боли быть человеком. Вот о чем настойчиво твердит Кэмерон в «Аватаре». Тут, конечно, возникает вопрос, нужно ли было потратить на это буквально сотни миллионов долларов, чтобы артикулировать, донести вот эту, в общем-то, простую мысль, озвученную, к слову, еще английским критикам, литературным критикам Сэмюэлем Джонсоном, аж в 18 веке, избавиться от боли быть человеком. Ну, знаете, тут мне о чем-то вспоминается совершенно прекрасное, великолепное документальное кино «Океан». Вот если вы не видели, то я настоятельно рекомендую к просмотру. В нем тоже очень много красивых планов, съемок под водой, над водой, но в нем, хотя, казалось бы, документальное кино, куда больше смысла. «Аватар», уж простите, это такая себе великолепная сделанная бессмыслица. Ну, впрочем, в этом тоже, по-своему, чудесно отражается дух времени. Ну, вот смотрите, кинотеатры буквально ломятся, трещат по швам, что называется, от желающих посмотреть на великолепную картинку, в коей нет почти никакого смысла. Нет ли аллюзия на все человечество, нет ли аллюзия на образ жизни человека, на бесконечное потребление, как сказали бы в «Матрице» симуляторов, и нет ли, собственно, приговор человечеству, мечтающему убежать в совсем другой мир. Но на самом деле, конечно же, мечтающему убежать прежде всего от самого себя. Беда в том, что в кинематографе это возможно, а вот в реальности, друзья, вряд ли. Впрочем, и это счастье, у нас остаются и океаны, и семья, и, в конце концов, отличные фильмы. Это была программа «Игра в классики», меня зовут Платон Беседин. Берегите себя и помните, что жизнь только подорожает литературе. Удачи вам, любви, терпения и хороших фильмов, друзья. Удачи вам, любви. Удачи вам, любви. Удачи вам, любви. Удачи вам, любви. Удачи вам, любви.